Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодня мы рассмотрим некоторые довольно странные вещи, которые вели на днях на Корее, и также пооткрываем некоторые сундучки. И первое у нас это вот такой замечательный ездовой питомец. Здесь я много что могу сказать насчет данного питомца, насчет внешнего вида и не только, но давайте предоставлю эту возможность вам через комментарии. Ну а сам перейду к его умениям. Первое умение это рвок, повышает скорость передвижения на 50% в течение 10 секунд, недоступно при перевозке груза, восстановление 30 секунд. Второе умение бросок, питомец набирает силу и бросается на врага с большого расстояния, нанося ему физический урон и отбрасывая его на 10 метров, восстановление 30 секунд. Третье умение прыжок, питомец отскакивает от земли и прыгает далеко вперед, на расстоянии от 20 до 40 метров, недоступно при перевозке груза, восстановление 1 минута. Ну и последнее умение вращения. Питомец вращается вокруг себя и создает вихри, который длится 3 секунды, при этом притягивает до 10 противников в радиусе действия умения, недоступно при перевозке груза, восстановление 1 минута. В принципе умения у данного питомца не такие прямые плохие, довольно стандартные некоторые есть. Если бы не его такой довольно странный внешний вид, я думаю некоторые могли бы себе его и приобрести на старых серверах. Далее же у нас в принципе ситуация не сказал бы менее трэшовая идет, это пижама для костюма кролика и пижама для костюма медведя. Не помню правда были ли до этого на Корее подобные по крайней мере костюмы, но вот на днях вели именно такие. Как я уже говорил не раз, как по мне нужно разделять селедку с молоком. Если селедка, то селедка там с картошечкой, с лучком, ммм, заходит идеально. Но смешивать это с молоком не стоит. Может быть там корейцы уминают селедку с малосольным огурцом и молоком заодно, им это в кайф. Но лично я думаю, что от этого ничего хорошего не произойдет. Ну и тему со внешкой мы еще закрепим вот этой внешкой шляпы. Кто не понял, это внешка как бы нового пробужденного Левиафана. Тоже на кой? Зачем? Ну а в плане чего-то нормального они ввели вот такую вот карету. Если что, это просто декор. В комментах можете написать откуда взяли именно вот эту целиком модельку и просто спиздили и взяли, ввели в шоп. Здесь, в принципе, можно включить и подсветку. Выглядит это, в принципе, симпатично. Но, опять же, к сожалению, никаких действий, эффектов это ничего не дает. Хотя бы, как по мне, сделали это в виде небольшого аттракциона, чтобы эта карета как бы шаталась, как будто она едет. А еще, в идеале, как по мне, можно было бы сделать какой-то ивент, где ввести реальный транспорт, который вот так вот выглядит. Там лошади спереди, сзади может сесть 4 человека, кто-то садится за руль задный, как там, вот же, да, за лошадиные. Была бы какая-то дорожка в ивентовой локации, и по ней можно было так проехаться. Вот скажите, это можно сделать? Можно. Не один раз можно ввести? Да, в принципе, не один. Прикольно, прикольно. Где, блять, это все? Сори, сори, быканул что-то. Но в конце ролика мы пооткрываем вот эти вот сундучки, которые были введены в одном из последних ивентов. Посмотрите, что мне выпало, ну а что вам выпало, можете писать в комментариях. Интересно, скольким же игрокам выпал топовый набор целителя. Ну а на этом я заканчиваю болтать. Приятного просмотра. Напомню, чтобы ничего не пропустить в дальнейшем, подписываемся на канал и прожимаем колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok